Ребятишки, на Новый год делаем заявки. Хорошо? Такие подарки. Сладкое не заказывать, все равно привезем. Не только вручить подарки и развивающие игры детям, которые находятся в колонии вместе с матерями, но и проверить условия труда осужденных, а также помочь им принять участие в переписи населения. В исправительную колонию номер 15 приехали представители общественного совета при УФСИН по Самарской области. Такие визиты не редкость. На контроле общественников не только содержание осужденных в местах лишения свободы, но и правовые аспекты. Общественный совет, который действует уже на протяжении многих лет, он регулярно посещает учреждения, где содержатся мужчины, где содержатся женщины, с целью именно воочию убедиться о условиях содержания, спросить непосредственно у лиц, которые отбывают наказание, имеются ли у них какие жалобы. Особенно нам нравится посещать вот это детское учреждение, поскольку всегда отмечается, что условия содержания детей, в идеале, можно сказать, отмечается всеми, что и пахнет вкусной едой, и чистота. Дети не плачут, с детьми занимаются. Одна из главных задач общественного совета – наладить коммуникацию с осужденными, чтобы они могли обратиться по личному делу или за юридической консультацией. Связаться с общественниками можно письменно, через начальника колонии, или по телефону, который размещен на стенде информации. Председатель совета Павел Покровский утверждает, что ни один вопрос не остается без внимания. Мы все время оцениваем режим работы, условия работы людей, которые находятся в местах лишения свободы нашего региона. На данном производстве мы видим практически стопроцентную занятость. И самое главное, что мы видим, что выплачиваются заработные платы, компенсируется ущерб, нанесенный пострадавшим в ходе правонарушений, за которые здесь находятся люди. И есть возможность при освобождении эту профессию применять для того, чтобы обеспечить свою экономическую независимость. Швейное производство колонии снабжает формы сотрудников СИН и Росгвардии. Сотрудники исправительного учреждения рассказывают, многие девушки, оказавшиеся здесь, не умеют шить. Для них проводится специальное обучение. Съем сейчас теплые куртки. Работаем с 8 до полшестого, 8-часовой рабочий день. Так в целом все устраивает, в целом все хорошо. Зарплатам рот полный. То есть получаем предустроенное, все нормально. Условиями содержания все в порядке. То есть все хорошо, ничего не напрягает. То есть все нормально, отношения нормальные. Общественники помогли осужденным принять участие в переписи населения. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.